Привет, привет всем! Снова всем моим дорогим друзьям, подписчикам и всем всем! Я сегодня вам хочу показать один рецепт апельсивного пирога. Я очень давно нашла этот рецепт, попробовала я 2 года назад, когда училась в школе итальянской, получала среднее итальянское образование, ну как, школа для иностранцев. И когда у меня было день рождения, как раз скоро будет у меня день рождения, и будет ровно 2 года, как я сделала первый раз этот рецепт торта, и я принесла в школу вот этот, ну это не торт, это пирог, это апельсиновый пирог. Я принесла в школу этот пирог, все итальянцы прямо развалили, в шоке. Очень-очень вкусно, я вам всем советую, попробую сделать, обалденно вкусный получается бисквит со вкусом апельсина. Вот у меня завалялись 4 старых апельсина, но я не знаю, сколько у него, потому что мне надо полстакана апельсинового сока, я посмотрю. Для начала я помыла один апельсин, хорошенько, мне надо натереть, создать цедру с одного апельсина. Сейчас я начала уже выжимать сок, чтобы у меня получилось полстакана сока, я не знаю, сколько у меня идет, ну, буду выжимать, пока у меня не получится полстакана сока. Так, вот у меня уже полстакана сока готов, цедра апельсина готова. Мне надо сейчас сделать бисквит. 3 яйца, 250 грамм сахара, сейчас я собью, добыла. После того, как я хорошенько взбила яйца с сахаром, я сюда вливаю 1 треть стакана растительного масла, пакетик ванильного сахара, туда же 5 грамм дрожжи итальянские для сладких блюд, туда же нашу цедру и апельсиновый сок. Сейчас мне это снова надо будет взбить. Взбить просто для однородной консистенции. И теперь я сюда буду сыпать просеянную муку. Мука 285 граммов. И лопаточкой хорошенько, аккуратненько, нежными движениями размешать. И надо вылить форму, застеленную пергаментной бумагой. Смотрите продолжение в следующей части. хорошенько тесно распределить по всей форме и в середине сделать как бы немножко углубление потому что когда пирог будет подниматься чтобы он поднялся с гладкой поверхностью примерно с одинаковой поверхностью и ставим в разогретую духовку на 170-180 градусов на 30 минут смотрите как он хорошо и красиво поднимается ну вот мой апельсиновый пирог готов сейчас я его проверю на готовность спичкой специальной палочкой смотрите как он красиво получился мне кажется он даже нежненький, пышненький нельзя его открывать пока он не остынет если пирог получается такой нежный и мягкий значит оставляем его пирогом я его оставляю пирогом просто пропитываю и сверху посыпаю сахарной пудрой а если бисквит получается плотненьким то я его тогда делаю тортом прокремлю и украшаю